В Урнарах открылся исправительный центр для осужденных. Сюда, помимо предприятий «АллатРа» и «АллатРского района», будут направлять тех, кто решением суда привлечен к принудительным работам. Центр создали при заводе, который занимается производством молочной продукции. В каких рабочих профессиях больше всего нуждается предприятие и сколько вакантных мест оно выделило для нарушителей закона, расскажет Леонид Петров. Первый такого рода исправительный центр в Чувашии появился в 2019 году в селе Калинино «АллатРского района». На сегодняшний день там трудится 48 человек, получившие наказание в виде принудительных работ. В Урнарах для таких граждан рабочие места приготовили чуть больше. На заводе готовы принять 51 работника. 30 из них – представительницы прекрасного пола. Агрохолдинг уже подал в УФСИН список необходимых специалистов. Теперь остается лишь ждать, когда пополнится кадровый резерв. Специалистов именно по заводу СОМ, именно по агрофирме. Там нужны трактористы, водители, твороженицы, мойщицы, грузчицы. Список большой. Помимо работы предприятие предусмотрело и проживание. Правда, вложения для этого потребовались немалые. На реконструкцию двухэтажного здания и создание рабочих мест организация потратила 10 миллионов рублей собственных средств. Но для предпринимателей, которые вкладываются в открытие таких вот исправительных центров, государство готово создать облегченные условия для ведения бизнеса. Одно из ключевых преимуществ – снижение налоговой ставки. Прибывающим гражданам на заводе предоставят спальные места, прачечную, дышевую и кухню. Свободные от рабочего времени до отбоя по согласованию с начальником УФИЦ, они могут выходить за продуктами магазина «Бурнара». Предусмотрены также встречи с родными. Самое главное – труд осужденных будет оплачиваться. Перед поступлением на работу нарушителям закона придется пройти метаобследование. В случае же заболевания, в период занятости на производстве, предоставляется больничный. К слову, за порядком будут следить инспекторы по воспитательной работе. Утренние и вечерние поверки здесь никто не отменял. Если будут выявлены нарушения, осужденные попадут в штрафные изоляторы при общежитии. И тогда принудительные работы уже по решению суда могут заменить на более суровое наказание – лишение свободы. Леонид Петров, Игорь Ульянов, Вести, Чуваша.